Историю государства можно изучать не только по летописям, хроникам и памятникам культуры, но и по денежным знаком. В Историко-Краеведческом музее начала работу уникальная выставка «Время и деньги». В Большом зале с 18 марта работает выставка «Время и деньги». Предоставленная она из музейно-фондовых коллекций отделения Национального банка по Республике Башкортостан и посвященной 160-летию Банка России. В выставке также представлены предметы из научно-фондовых коллекций Салаватского музея и представлены коллекции нумизматики и банистики частных лиц. Посетив выставку, Салаватцы смогут познакомиться с особенностями чеканки первых монет на Руси, узнают, как появились золотые монеты и как печатали первые бумажные деньги. Когда начали печататься цветные деньги, это были желтые деньги, у них было интересное название. То есть люди, которые были малограмотные, они могли просто узнать по цвету. Желтый, допустим, ее называли канарейкой, это был 1 рубль. Синий, это был синюха или синявка, это было 5 рублей. Красный, краснуха или рак называли 10 рублей. Но исторически складывается так, что долгое время в России не чеканились золотые и серебряные монеты, потому что просто не было найдено залежей, руды, золота, серебра и так далее. И использовали уже монеты, иностранные монеты, их или расплавили, или перечеканивали, начеканивали, или вытягивали в длинную проволоку, их рубили и уже тем самым расплющивали и печатали, чеканили монеты. Вот такой был даже факт. Также будет интересно послушать о том, как боролись с фальшивым монетчиками в древности и как были защищены деньги от подделок. Ребята, в свое время Исаак Ньютон работал смотрителем в лондонском монетном дворе. И во время знакомства Исаак Ньютон рассказывает Петру Первому, чтобы защитить деньги от подделки, они делают некие насечки, тем самым защищают деньги от подделок, от большого монетчика. Тем самым Петр Первый приезжает в Россию и вводит эту же систему. Насечки по кругу, то есть если вы в следующий раз, когда у вас в руках будут деньги, посмотрите на них, то увидите, что у денег, у монет есть насечки. Это некая, ребята, тоже является защита от подделок. Выставка также раскроет секреты счета денег в разные исторические эпохи. Расскажет, как деревянные счеты сменились арифмометрами. В 50-е годы появляются монетно-сортировочные машинки, но и на рубеже середины 20 века появляются машины ЭВМ. Это более современные машины. Они были как таких достаточно габаритных размеров, большие. Они занимали целую комнату и были достаточно дорогими, использовались сотрудниками государственных банков. И не каждый банк мог позволить себе такое удовольствие. Уникальная выставка «Время и деньги» – это возможность по-новому взглянуть на денежные знаки. Она позволяет увидеть весь цикл развития денег в нашей стране. Ведь надо помнить, что деньги отражают различные эпохи истории нашей страны.